Если обращаешься к святому, то получается, что ты принимаешь религию всего. Я уже совсем не разделяю Бога на религию. А это означает, что Бога не понимает? Вот смотрите, допустим, как Богу человечеству донести знания? Какие варианты есть? Как сделать так, чтобы знания пришли в мире? Напрямую? Напрямую? К сожалению, это невозможно. Потому что веды описывают, что высшие силы – это очень деликатные силы. И они не будут навязываться человечеству. У Бога есть одно правило в отношениях с нами. Это дать нам возможность быть свободными во всем. Это означает любовь. Понимаете? Демонические силы как раз действуют напрямую. Они навязывают человеку веру свою, навязывают свое учение, действуют на крапом. Понимаете? Напрямую, как вы сказали. Поэтому, так как есть уже кому действовать напрямую, поэтому Бог напрямую не действует. Он действует через святых людей. Поэтому существуют религии, которые передают знания. Религия что это означает? Передача знаний от одного человека к другому. Вот это означает религии. То, что вы воспринимаете под религией – это костная такая система, которая вам говорит – не делай не то, все козлы вокруг мы хорошие. Это не религия. Это то, что сверху религии находится эта коростка, которую надо преодолеть. Понимаете? Если ты плохой человек, злой, то ты тогда эту коростку воспримешь как религию. Или отгубнешься от религии, или станешь частью этой коростки. Настоящие верующие люди, они далеки от этики. Они получены любовью к Богу. И некогда думать о том, кто хороший, кто плохой. Понимаете? Это и есть религия. Это то, что передается от одного учителя к другому. Настоящая вера. Она лишена всякой злоты. Запомните это. И вне веры с Богом общение получить невозможно. Невозможно. Потому что нужен канал. Духовное знание самое сложное в этом мире. Если ты сам к Богу уйдешь, то обязательно запутаешься. Потому что у нас есть много сил, которые будут у нас. Поэтому человек должен быть верным. Но эгоизм внутренний мир не дает это сделать. Это не благородство не дает это сделать. А независимость. Желание быть независимым от Бога. Не дает возможности подчиниться тому. Да? Да? Пожалуйста, а ведь не можно считать, все равно, в духовную практику? В духовной практике можно считать все, что связано со святыми людьми. Вы видели хоть одного человека святого в общательстве, который с помощью рэйки стал святым? Вы сами ответили на этот вопрос. Да? А если человек крестился, его крестили, он христианик. Он может поменять веру? Вера никогда не меняется. Она приходит в сердце и приходит. Причтение – это ритуал. Дает он человеку веру или нет, не факт. Я помню, как я осознанно вполне желая получить эту веру, православную веру. Мне хотелось быть православным в свое время. Я пришел в страну православную, мне было уже 20 лет. И я очень осознанно покрестился сам. У меня эти родители не крестили. Но я не получил эту веру и не получил веру. Я хотел, я ерказал в сердце, в посадках, в стран службу и так далее. Много что делал, но что-то я не получил. Понимаете? Ну, многие мои друзья получили. У меня есть еще столбременные друзья, когда я пытался в этом направлении двигаться. И один мой друг, он сейчас возглавляет православный храм в столяде. Ну, и так далее. То есть, есть разные пути у людей. То есть, крещение означает вход, то есть, тебе показывают ворота. Но это не означает, что ты уже приобрел веру. Вера это уникальная вещь, она приходит в сердце. Когда вера пришла в сердце, человек не может ее выпнуть. Она живет там, она горит огнем, понимаете? Ее невозможно ни с чем спутать. Это удивительное чувство. И в мысли не возникает ее менять на то. Зачем менять? Вы же поменяли, вы же крестили. Вы ничего не помените. Вы садитесь в себя. Вы расслабьтесь. Вы расслабьтесь, садитесь. Расслабьтесь, пожалуйста. Крещение означает доступ к Богу, определенным путем к доступу, понимаете? Но не означает, что человек сможет обязательно этим путем пойти. Потому что каждый человек к Богу идет тем путем, который ему ближе. У каждого человека есть своя природа, понимаете, и отношение с Богом. Вы смотрят на меня, и совсем смиренно сейчас. Вы расслабьтесь. А? Почему он на смиренном вопрос? Ну, потому что человек, когда смотрит не смиренно, он не может понять на будет человека. То есть нечем туда говорить. Вы можете смотреть на меня не смиренно, но я не буду дальше объяснять. А? Ваше право. Мое право задать вопрос. Ваше право. У нас есть только одно право в этой жизни учиться любить. Другого права у нас нет. Я довольна сохраняем тема, поэтому нетрудно отвечать, когда человек настроен заранее, не так, как надо. К сожалению, в нашей культуре не всегда есть место религиозной терпимости. К сожалению. Это является правой. Я просто вам могу привести другие примеры. Что есть другое отношение к вере. Что есть такие понимания, что вера, как бы, это дается по вкусу человеку. То есть у каждого человека свой вкус отношения с Богом, потому что Бог дал разные верные люди. Разные направления религиозные. Можно это легко проверить с помощью изучения истории. Допустим, в каждой культуре религиозной есть святые люди. Если посерьезно изучать их жизни, то можно видеть, что они действительно святые. Надо просто искренне влюбиться в эту тему. Святость не приходит от демонизма, понимаете. И это несовместимые вещи. Если человек святой, значит он с Богом соприкасается. Если не святой, значит нет. И по святости человечеству можно легко прикликнуть, есть там Бог или нет в этой культуре. Это прямой, спокойный, простой способ. Понимаете? Посвящение, то есть предварительное посвящение, такое как повещение, не является основанием для человека считать, что я вот именно принадлежу теперь к этой культуре. Понимаете? Это скорее визитная карточка. По крайней мере потому, что я в своей жизни понял. Но то, что я вижу по вашим глазам, вижу, что крещение не является для вас визитной карточкой. Я вижу, что оно для вас стало жизнью. То есть Бог вошел в ваше сердце через этот процесс. И поэтому, опять же, не зачем его менять. Нет смысла ничего менять. Ну, я тоже ничего не менял, потому что я, когда почувствовал веру, то я остался в ней. И человек не может поменять веру. Человек все, что угодно может поменять, но веру поменять невозможно в своей жизни. Некоторые люди идут к вере, изучают ее. Когда они приходят в свои веры, они остаются в ней. Иногда люди обманывают себя и меняют. Я вам сейчас приведу этот пример. Одна девушка получила вкус в отношении с Богом в христианстве. Точнее, в православии. Она потом начала изучать веды, ей очень понравился христианской культурой, все. Она даже начала стремиться к посвящению духовному, ведической культуре. Но она постоянно чувствовала этот вкус в отношении с православием. Она даже, мы хорошо с ней знакомы, какие близкие отношения, достаточно. И она мне сказала вот как-то, что говорит, я чувствую вкус вот там. Я говорю, а зачем ты вообще тогда вот этот все, этот цирк? Зачем ты поменяла отношения с Богом? Она ничего мне не сказала, она думала, ходила. И потом она взяла и приняла своих наставников, неожиданно для всех, одного батюшку из Одессы, она сама из Украины. Она сейчас очень счастлива. Она получила то, что она имела в своей жизни. Поэтому я на этих лекциях стараюсь не затрагивать темы веры, моей веры, понимаете? Вы поймаете, видите, как вы на этой лекции. Потому что вы думаете, что я хочу отвертнять у вас в вашу веру, в вашу поэцию. Я наоборот хочу, чтобы вера осталась человеком. Потому что это самое дорогое, что у человека есть, и его менять невозможно. Это дороже, чем отношения с близким человеком. Потому что когда у человека есть отношения с Богом, то они на многие жизни даются. И эти отношения меняют кощунство, а тем более менять их у других людей. Но это уже просто извращение. Поэтому моя цель дать понятие, как жить. Эти понятия везде, когда мы сохраняемся. Я этим занимаюсь сейчас. Поэтому я не указываю, как молиться, с какого святого смотреть и так далее. Другая тема. Итак, человек должен понять такую вещь, что есть только одна схема в жизни. Схема будет очень простой. Есть святость, которая несет нам силу, дающую возможность преодолеть свою судьбу. Есть карма или судьба, как вы хотите это по-разному называете. Судьба означает страдание для всех людей, страдание. Если человек верит в судьбу и начинает жить для нее, и надеется на нее, значит он попадает в путь любит своей судьбы. Если человек верит в святость и живет для святого человека, для выполнения его наступлений, то он побеждает свой судьбу. Так говорят люди. Потому что он наполняется вверх и солнца, и той силы, которая развеивает тьму в его сознании. Метод очень прост. Надо наполнить свою жизнь святостью. Понимаете? Это означает внутренняя жизнь. Никто не поможет. Кроме духовно направленных людей, никто не поможет. Никто не сможет к вам объяснить, чтобы внутренне не жить. Надо садиться перед изображением святого человека утром, наедине с ним и начать молиться. И надо это делать каждый день. Постепенно отношения начнут устанавливаться, и все остальные проблемы начнут стихать. Вы иногда очень сильно воспринимаете то, что происходит в личной жизни. Очень интенсивно. Перевод пора делаем. Но это на самом деле все будет стихать благодаря вот этой практике. Понимаете? Это называется внутренняя жизнь. Самое интересное заключается в том, что семейная жизнь решается тоже с помощью внутренней жизни. Если у человека появляется практика отношений с святым человеком, вот такие отношения, то он эти отношения легко применяет в отношении с близким человеком. Например, тебе не нравится близкий человек, ты чувствуешь, от него как плохо что-то идет. Начни точно так же с ним себя вести, как со святым человеком. Начни мысленно хвалиться ему, просить прощения, прощать. И ты увидишь, как постепенно твое сердце очистится в отношениях с этим человеком. На тонком плане. Это называется внутренняя жизнь. И твое внешнее отношение легко исправится в результате этого. Так происходит это уже никто. Весновляет, понимаете? И это означает победу над своей судьбой. Поднимите руку, кто уже так делает? Есть такие люди? Вот смотрите назад. Вот и сколько лет. И что сложно? Побеждать отношения к плохим. Нет, это сложно. Это возможно, это не трудно. Но так как мы действуем не тем способом, мы что делаем? Есть такой внешний способ решать проблемы. Это означает примитивизм. Болит печень, мы лечим печень. Почему печень болит? Потому что весь организм расстроился. И кульминацией этого расстройства стала печень. Понимаете? В результате печень болит. Можно объяснить это с позиции, допустим, психологии поведения человека. Если человек гневается, у него болит печень. Потому что гнев находится вот здесь, справа, по ушаре. Он действует на печень, и печень болит. Мы лечим печень. Но она не выздоравливает. Почему? Потому что вектор усилий приложен неправильно. Понимаете? Надо лечить гнев для того, чтобы лечить печень. Лечение гнева означает внутренняя жизнь. Лечение печени – внешняя жизнь. Это объясняет все, преодолевает цельный коз. С помощью внутренней жизни. И возможность преодолеть проблемы с внешней, с позицией внешней жизни практически неосуществимы. Допустим, человек не может устроиться на работу. И он ходит и ходит, ходит и ходит. Думает, вот уже устроюсь. Еще не получается. Поднимите руку. У кого такая проблема? Вы занимаетесь тем, чем надо. Надо сесть и начать молиться. Святому человеку. И когда у вас появится возможность устроиться на работу, вы это почувствуете всеми фибрами своей души. Вы реально почувствуете, что стало легче в этом плане. Вот эта обида, оскорбление судьбы, которая сейчас у вас есть, оно идет в результате правильного приложения своей силы. Неправильное приложение своей силы называется отчаяние. Понимаете, в боевых искусствах древних советовалось, если воин чувствует отчаяние во время сражения, он сражается и чувствует, что он сдает. Знаете, что надо сделать? Надо отстраниться и направить свой взор на Бога. Надо в свое сердце посмотреть. И собраться с силами, которые исходят от здесь, из отношений с Богом. И только потом, и к их бою. На это может понадобиться доли секунды. Но за что тогда ты сможешь стать самим собой? Понимаете, человек должен обязательно найти контакт с той силой, которая является источником силы. А потом уже решать проблемы, когда они могут решаться. Понимаете? Это называется верой. Некоторые верные люди верят в свои силы, и поэтому они больше и больше усилий прилагают в том событии, которое происходит. И оно улучшит их жизнь. Это замкнутый круг. Но если человек отстраняется от внешних событий и устанавливает внутренние отношения с высшими силами, то в этом случае, несомненно, он побеждает. Видите, все очень просто. Но проблема заключается в том, что у нас нет никакой культуры, никакой привычки, никакого опыта этими вещами заниматься. И поэтому мои слова кажутся эфемерными. У них нет опоры. Кажется, ну как это, может быть, это все ерунда. А вы пробовали? Ты попробуй, ты. И тогда поймете, ерунда, ты иди, ерунда. Ответ. Нужна практика просто, и все. Практика означает подвиг над собой. Подвиг. Потому что мы направлены на внешнюю жизнь, а надо направиться на внутренний. Сейчас у нас будет небольшой... Рассаживаемся, рассаживаемся. Давайте продолжим программу. У нас осталось не так много времени. Заговор. Ладно, сейчас решим вопрос. Сейчас ко мне подходила очень хорошая женщина. Очень хорошая женщина, у которой очень фанатичный сын. Я не знаю, что он... Можете к Богу относиться к своей маме. В результате мама спадает. Не хочу сильно сейчас погружаться в те темы, которые она с одной из них обсуждала. Это сложные темы. Темы питания. С мясом, без мяса. Я просто хочу сказать раз и навсегда всем, что я никого не собираюсь заставлять питаться без мяса. Те, кто питаются мясом, для меня не враги. Я хорошо отношусь к святым людям. И поэтому претензии ко мне по поводу питания ваших детей и родственников и близких. Пожалуйста, не предъявляйте. Если вы хотите понять, искренне понять, можно ли питаться без мяса и жить без мяса, изучите это. Трезво, спокойно изучите. Вы увидите, можно ли питаться без мяса. Я не хочу так много питаться. Потому что это будет давление питаться. Изучите, посмотрите. Вы увидите, можно ли питаться без мяса. Я не понял, поправдаюсь, почему-то не худеют. Не знаю, почему-то поправить. Может, мне не повезло. Я знаю много друзей, которые не худеют. Иногда люди за неправильное питание без мяса начинают худеть. Но это безусловие того, что неправильно питаются. Ясно-то не причем. Получим продуктом достаточно, пиво, кровь, жиров и воду, чтобы человек не худел. Но это достаточно, по-моему. Ну, мы не будем. Сейчас у нас очень важная тема. Мало времени не стало, совершенно верно. Я не могу сейчас вызывать эту тему. Я просто всегда страдаю от того, что дети мучаются выиграть детей своим фанатизмом. И страдаю, потому что сам был фанатиком, когда был ребенком. Замучил свою мать-деду тем, что бегал в одной плавках. Пятнадцать лет по снегу. В прорубь покупался. Бросил мясо есть в девятом классе. Хотел вырастить. Поэтому начал ждать эту морковь. В таке пожелтел. В это время была эпидемия желтухи в школе. Меня заправили в больницу гепатитную. Я даже там и лечиться нормально не смог, потому что я по три часа там занимался йогой. Чем сильно отличался от всех желтушных больных. И в это время, когда приходил человек ко мне на осмотр, у меня было правило, пока я йогой не занимаюсь и ни с кем не общаюсь. Поэтому я стоял на голове, как раз в то время, когда был обход. Теперь несколько раз я пошел и смотрел. Он очень с неверным был врачом. Смотрел мне ноги вот так. Смотрел желтушный секрет вот так. И в конце концов он увидел, что все белеет, все восстанавливается. По той причине, что мне не давали моя кровь там. Вот. Меня выписали из больницы желтушной через пять дней. Вот после этого я увидел, когда я приехал домой, я увидел, что у меня мать, она очень плохо себя чувствует. Она настолько чувствовала себя плохо, начала страдать из-за того, что я так пытался без мяса. Она у меня в общей пике работает. Как бы, занимала семь раз первые места в батальяке, в конкурсах поваров. И ее ребенок перестал кушать нормально, а в шоке было просто. И она реально начала болеть от этого. Я увидел, что она потеряла здоровье. Я начал есть мясо, чтобы просто упреклать свою мать ради ее здоровья. Начал есть мясо. И проел его до 23 лет. И потом меня не бросил. Раз и навсегда. А потом мясо бросила весь моя мать. Потом сестра и так далее. И все живы, здоровы, счастливы. Но не потому, что их мучают. Потому, что они поняли, что я меняюсь в лучшем. Отвечая на вопросы о семейной жизни, было конечно надо, так вот это и отвечал. Да, то есть надо прилагать усилия, и тогда вы сможете победить данного. У вас будет вкус эта деятельность разобьется. Год назад встречался с девушкой. Сначала была взаимная любенность. Ага, была тоже. Я чуть не побегу. Так, дальше. Пережила несколько отношений. Но понимаю, что была сама не права во многом. Здорово. Сейчас я уже готова к семейной жизни. Или подождать. Развиваться духовно, чтобы в максимально высоком уровне были отношения. Вы ничего не поняли? Это не мы решаем, понимаете, будут отношения. Это не мы решаем. Если ты готова к отношениям, это хорошо. Вопрос заключается в том, готов ли Бог передать отношения. В этом только небольшой вопрос заключается. И все. Насколько твоя судьба пришла к тому, чтобы были отношения? Кто записывал? Поднимите. Только через, как я могу говорить, только через год. Я думаю, что ты можешь встретить человека. Сейчас пока нет. Нет, нет, нет. Какой возможности внутри. Есть сила, понимаете, которая от нас не зависит. Это судьба называется сила. Придется ждать. А для чего человек ждет? Только по одной причине. Чтобы потом ценить то, что получит. Если легко доставиться опять. Понимаете? У нас там ограниченная возможность встретить кого-то в своей жизни есть. Особенно у женщин. У мужчин, ну так вот. Оказываю, какой тут могут встречаться. Без проблем. У мужчин. У женщин нет. Потому что семья дается как испытание. Главное – воспитание в жизни. Если она потеряла свои отношения, значит дальше придется долго ждать. Понимаете? У мужчин не так. Потерял отношения вот так раз и все. Вот вы, допустим, с молодым человеком расстались. Он сейчас уже нашелся девушку, нет? Нашел у детей. Очень быстро все. Вот так. Потому что семейная жизнь не мужская карма, а женская. Мужчина тоже отрабатывает карму в семейной жизни. Но он страдает в семейной жизни, когда не развивается в социуме. Понимаете? Если он в социальной среде, если мужчина не посвятил чему-то себя в жизни, он постоянно будет источником страдания для близких людей сам. И будет страдать в семейной жизни сам тоже. Понимаете? У мужчины развитие идет в социуме. Он сражается за свою судьбу, выполняя свой долг перед обществом. Женщина сражается за свою жизнь, за свою судьбу, выполняя свой долг в личной жизни. Поэтому мужчина отсутствием личной жизни не наказывается. Понимаете? Он, допустим, бросил женщину. Ему сразу же труда найдется, нет проблем. Которая потом его тоже бросит. То есть его может оказать отношения в семейной жизни. То есть мужчина наказывается отношения. А вот женщина наказывается разлукой. Понимаете? Если женщина не сохраняет семью, дальше она может остаться одна и надолго. В этом заключается наказание. Поэтому для чего наказать? Чтобы потом она ценила. Чтобы она дальше потом пыталась сохранить. Не бросала уже. Чтобы она понимала, что терять нельзя близкого человека. Потому что все равно будет трудно, так же как было. Какая разница? Первая попытка, вторая. Трудности меньше не становится. Я стараюсь молиться, когда молюсь, мне сложно представить святого человека. Как можно очистить со святом, если моя религия ислам и в ней нет визуальных образов. Нет икон. Хороший вопрос. В том исламе есть надпись. Возьмите надпись святого человека или возьмите книгу святую и начните поклоняться ей. Разницы никакой нет. Будет тот же самый результат. Тот же самый результат. Я пробовал. Поэтому в исламе ничего нет и никаких ограничений. Просто там немножко другой настрой. Можно через молитву поклоняться. Можно поклоняться через звук. Можно поклоняться через книгу. Можно поклоняться через изображение. По-разному. По разных религиях, по разной возможности. Понятно? Но святые люди так же есть и в исламе. Им можно поклоняться не обязательно через фотографию. Можно просто пометовать. Найти святого человека, думать о нем. Или взять на него, допустим, надпись его и поклоняться его словам. И все, этого достаточно, чтобы с Богом усвоить отношения. Расшифруйте, пожалуйста, фразу применительно к отношениям. Учитывая современность. Нужен. Нужен. Свободен. Принимаем. Что означает застой энергии для семейных отношений. Могут ли у женщины быть свои увлечения танцы, спорт? Если у женщины нет других увлечений, танцы, спорт, она просто высыхает, как растение, которое не поливает. Женщина в семейной жизни убивается. Это для нее реальная аскеза. Она должна восстанавливать силы. Первое, что она должна точно усвоить, она должна общаться с женщинами. Женщина восстанавливает свои силы, общаясь с женщинами. Потому женщина должна обязательно теплые отношения установить с подружками, с мамой, с родственниками. Очень хорошо общаться с женщиной. Теплые отношения установят. Понимаете? С кем-то женщина должна теплые отношения. Иначе женская энергия не поступает в жизнь. Должна женская энергия поступать. Женщина обязательно. Женщина должна усиливать свою женскую природу. В нашем обществе женская природа подавляется всем, что существует в нем. Женщина, смотря, не учится быть женщинами с детства. Это подавление женской природы. Мы учимся физике, математике, химии. Мы не учимся быть женщинами. Женщины нет. Поэтому женщина должна искать женские занятия. Это могут быть танцы. Но танцы надо выбирать благородные. Понимаете? Есть такие танцы, которые изменяют женщину. Она приходит на эти танцы. Там с полуголыми мужиками там танцуют. Понимаете? Это не те танцы, которые женщина должна выбирать. Женщина должна танцевать женщиной. Не заниматься просто искусством. У нее жена тоже танцует. Ее танцы произошли из храма. Это храмовые танцы. То есть они и для Бога предназначены. Поэтому там нет места разврат в этих танцах. Это очень различные танцы. Она занимается танцами, преподает. И ничего плохого в этом нет. Женщина должна петь. Учиться петь. Если она не поет, она как женщина должна развиваться. В свободное время. То есть женщина должна заниматься творчеством. У некоторых женщин есть склонность и даже. Она должна заботиться над людьми различными. В целом надо понять, что есть социальная среда. Это вообще по правилам жизни человеческой должно быть так. Мужчина приносит деньги в семью. А женщина, она отдает свое свободное время обществу. Она заботится обо всем. Вот допустим, если мы, допустим, взяли и пришли в деревню, допустим, 200 лет назад. Мы увидели, что там женщины общаются друг с другом. В деревне теплота царит. Почему? Потому что женщины, они создают эту теплоту. То есть они общаются, приглашают дом, кормят там и так далее. Понимаете? То есть женщина создает тепло. И поэтому люди жили очень тепло, очень глубоко отношения строили. Потому что женщина была свободна от чисто таких механического труда. Понимаете? То есть она занималась семьей. Занималась отношениями. Заботилась о всех вокруг. Понимаете? Женская природа так должна работать. Женщины пели хороводы там, допустим. Просто собирались, пели вместе перед домом. И создавалась атмосфера любви во всем поселке. Мужчины же не собирались там, хороводы не водили, не пели. Мужчины поработал там, но если попоет, хорошо. Нет, так нет. А женщины, они проявляли любовь. То есть они распространяли, проявляли любовь. Заботились обо всех. Собачек, кормили кошек, коровок там, птичек. И всех вокруг. Понимаете? Создавалась атмосфера любви. Которая сейчас не хватает в обществе. Почему? Потому что женщина не выполняет свои функции. Зачем это женщина делать? Она отдыхает таким образом от семейной жизни. Петь, танцевать, это ее отдых. Понимаете? Она должна это делать для отдыха. Мужчина отдыхает в семье. Мужчина работает в доме, отдыхает в семье. Он отдыхает и выполняет семейные обязанности. Общает с детьми, общает с женой. Это для него отдых, это не работает. Надо это четко понять эти вещи. И тогда все встанет на свои места. То, что должен делать, то человек должен заниматься. Когда все встает на свои места, все начинает процветать. Женщина, когда тепло дает, мужчина так нравится, он очень может денег зарабатывать. И так далее. Пытайтесь глубоко оценить то, что я сказал. И попытайтесь так пытаться жить начинать. И вы будете легче жить встать. Потому что есть на все свои занятия. Всех женщин тянет петь. Поднимите руку, у кого петь не тянет женщина. Есть такие? Вот. Две женщины петь не тянет. Две женщины всего сзади. Ну, значит, у нас уже другой тянет. Вот. У кого танцевать петь не тянет? Поднимите руку. Еще три. А кого тянет петь, поднимите женщину? Вот смотрите. Я мужчин не просил. Вот. Поднимите руку, у кого мужчина, у кого женщина тянет танцевать. Вот и все. Вы сами ответите на все свои вопросы. Хочу... Так. Понятно. У меня такая ситуация. Встречаюсь с хорошей девушкой. Уже полтора года. Но мы не женаты. Делал ей предложение, она согласилась. Но через время поняла, поменяла решение. Дело в том, что последние шесть месяцев я изучаю логическое знание. Пытаюсь строить отношения с Богом. Стараюсь обладать режим дня. Стал вегетарианцем. Она не принимает мой новый образ жизни. Хочет жить нормальной жизнью. Без режима дня. Чего вы смеетесь? Может, у нее такая нормальная жизнь. Правильного питания. Я ни к чему не принуждаю. Стараюсь смириться с истериками. На этом точке. С самого начала мы стали строить неправильные отношения. Сейчас пытаюсь построить с ней новые отношения. А он очень привязался ко мне. Из-за этого страдает. Хочу ей помочь. И понять, в чем проблема. Отношения на грани разрыва. Да, это большая проблема. Веды описывают, что отношения, то есть, проблемы на почве разума и на почве веры, самая большая проблема в отношении слабоверующих людей. Еще раз повторяю, слабоверующих людей или неверующих людей. Чем больше Бога в сердце у человека есть, тем меньше у него в сердце фанатизма. У меня есть знакомые, у которых муж одной веры, жена другой. И они любят друг друга. И никаких проблем нет. Понимаете? Никаких проблем нет вообще. Но это означает зрелые люди. Когда они были незрелыми, у них были проблемы в отношении. А сейчас их нет. Потому что они созрели. Почему же человек не может принять взгляд от другого человека? Потому что у него будет другая жизнь у этого человека. Другие интересы. И для того, чтобы тебе жить рядом с ним, у него такая жизнь, у тебя другая жизнь. Ты должен стать внутренним человеком. Человеком, который не сильно реагирует на то, что близкий человек, у него своя практика, своя жизнь. Понимаете? Дело в том, что я вам открою секрет. Что когда люди даже одной веры, одной веры, внутренняя жизнь у них у всех все равно своя. И даже на этой почве, что у каждого своя внутренняя жизнь, у людей возникают серьезные проблемы. Мечтается ругаться, копать ногами. Даже сама молитва у мужчины и у женщины по природе отличается. Понимаете? Сам способ духовной практики у мужчины и у женщины разный. И даже на этой почве могут быть споры. Все равно человек в своей душевной жизни в семейном плане абсолютно одинок. Все равно ему придется самому духовной практикой заниматься. Мужчины по-своему, женщины по-своему. Это все протекает по-разному. Поэтому нет смысла как бы мучить друг друга. Но однако же, если близкий человек бунтует против твоих взглядов и семья еще не создана, будьте осторожны ее создавать. Это очень опасно. Надо ждать дальше, пока он не спокоится, не смирится. У меня есть один знакомый, близкий человек достаточно. Он лектор. Читает лекции, в том числе по семейным отношениям. И буду говорить кто. У него жена совершенно не разделяет его религиозную взгляд. У них прекрасная семья. Она сама клиста. Ни во что не верит. У них прекрасная семья. Они любят друг друга. Понимаете? Есть разные варианты. Но всегда есть один и тот же вариант. Или человек фанатик. Фанатизм не означает отношение с Богом. Фанатизм означает атеизм. Когда человек Бога чувствует в сердце, он всех любит. Он не злится на то, что у кого-то такая вера, у кого-то такая. У него любовь есть в сердце к людям. Потому что Бог дает любовь. Он не дает слову, ненависть, понимаете и все прочее. Надо очень глубоко разобраться в этих вопросах. Понятно. Но разные представления о деле являются колоссальной силой, разрушающей семью. Колоссальной силой, разрушающей семью. Поэтому будьте предельно аккуратны в отношениях с близким человеком. Не навязывайте ему свои взгляды на жизнь. Если вдруг какой-то момент ваши взгляды почему-то поменялись. Вы не считаете, что так правильно жить лучше. Не трогайте своих близких людей. Оставьте их в покое. Не мучайте их. Потому что каждый человек все равно сам считает, как его жить лучше. И со временем, когда люди живут друг с другом, у них меняются взгляды. И с этим ничего невозможно сделать. Понимаете? Муж и жена, когда живут вместе, у них начинают взгляды расходиться постепенно. Это неизбежно. Потому что человек не может сохраняться на одной платформе. Даже в одной вере у людей меняются взгляды. И все равно расхождение во взглядах возникает. И только разумные люди остаются рядом друг с другом. Потому что любовь выше взглядов. Понимаете? Выше. Надо учиться любить человека тем, какой он есть. Вот какой и Бог дал, такого и любить. Понимаете? И тогда все трясется, все наладится как надо. У меня есть такой интересный пример. Когда я начал изучать Веды. У меня была ситуация такая, что... У меня было двое друзей. У них была такая ситуация. Что мужья были православными, серьезные православные. А жены захотели изучать федическую культуру. И мы как бы в одной цехе были, в одной команде работали. А мужья советовались со мной, консультировались на эту тему. Я с ними общался, с женой тоже. И как бы я мужьям советовал им. Потерпеть, аккуратнее как бы себя вести. Не торопиться. Не делать выводы. Просто как бы ждать. И знаете, что произошло? Обе жены стали православными. Буквально через какие-то несколько месяцев. И все они как бы в одну веру получили. Терпимость любой близкому человеку, она создает нормальную. Ситуация меняется лучше. Вот в той семье, где вот девушка стала православной, а муж у ней остался в этической культуре. У них замечательная семья, они любят друг друга. Хотя она неожиданно как бы поменялась в свое направление веры. Но у них семья продолжает быть счастливой. Проблем нет. Потому что они слелые люди, понимаете? Он ее понимает, она ее понимает. Все, нет проблем. Тогда проблемы возникают, когда есть фанатизм. Я замужем в третий год. С момента замужества возникла сильная аллергия. Надо получать на кольцо. Это не аллергия. Золото обладает энергией огня. И если человек перегревается палец с этим кольцом, значит надо его перестать носить. Надо поменять кольцо. Сделать его из белого золота или серебра. И все будет нормально тогда. Не считайте предметы такой важной. Ну, как бы, если я не портаю в жизнь. У меня есть два случая, когда из этого случая я делал золотую кольцо, он подарил почти все зубы. В одном случае все зубы у человека выпали за два года из-за отлучального кольца. Потому что, ну, как бы, огонь, зубы связаны с огнем, с солнцем. То есть зубы, кости человека связаны с солнцем. И отлучальное кольцо тоже имеет солнечную природу. Вообще солнце отвечает за ответственность человеку. Человек отвечает на безымянный палец тоже связан с ответственностью и с солнцем. Человек отвечает на безымянный палец обручальное кольцо означает усиление ответственности. С точки зрения энергии. Но иногда кольцо не подходит человеку энергетически. Понимаете? Вот это кольцо сильно горячее. Надо поменять металл просто и все. Просто поменять металл. По одному человеку выпали все зубы. Полностью все за два года. Я занял с него кольцо, слава богу, жив остался. Вот. А второй, у него все зубы шататься начали. Через четыре или пять месяцев после жениха он не знал в чем это дело. Я начал следовать и увидел, что там кольцо идет. Мы сняли кольцо и через несколько месяцев зубы все перестали сфотаться. Он загранил зубы. А тут тоже было падание. Так что не надо быть реактористым. Надо очень трезво относиться ко всему. Если не помогает кольцо, значит надо его поменять. Но кольцо это хорошая вещь. Оно напоминает о том, что ты женат. Меня привлекают женщины. Внешне мои глаза постоянно на них смотрят. Даже в присутствии своей супруги. Как мне сконцентрировать свой взгляд ему только на своей супруге? Поднимите руку мужчины, которых не привлекают женщины даже в присутствии своей супруги. Красивые. Мужчины. Посмотрите в зал. Два человека. Три. Разумных, мужественных, сильных характером мужчин. Это признак зрелости духовного человека. Потому что когда мужчина духовно зрелый, он в присутствии жены или без присутствия жены никогда не будет поддаваться на красоту других женщин. Потому что когда мужчина получил жену, это значит высота других женщин, для него является силой, разрушающей его жизнь. Если мужчина это понимает, то несмотря на то, что все равно идет энергия вот этого вот счастья от женщины, которая сделает ему счастье, радость в жизни даст чужая, он чувствует это. Он все равно понимает, что это просто обман, и поэтому не поддается на это. Это признак разумности мужчины. Но посмотрите, всего три мужчины способны так, в какой устали это есть. И это объясняет. И понимать и не видеть это разные вещи. Ты мне не торопитесь. Все начали на меня набрасываться. Нет, просто многие понимают, но при этом уже видят. Это не означает, что мы будем бросаться за каждой рукой? Я не знаю, что это так сказалось. Нет, но... А как я сказал? Я дал поводы Ваших сомнения. Итак, у мужчины есть склонность смотреть на женщин, на их красоту. В этом нет ничего плохого. Так создана природа. Разумным является только тот мужчина, который способен отказаться в своем сердце от красоты других женщин. Даже с них красавее женщины. Веды описывают, что тот мужчина, который очень спокойно относится к женской предсоте, является святым человеком и освобожден уже в этой жизни от всех страданий. Так описано в мире. И так дальше там продолжается в этом месте, что если мужчина способен сидеть рядом с обнаженной женщиной, и у него спокойно все воспринимает, спокойно этот образ, то это значит, что он является чистой возвышенной душой, которая пойдет в следующей жизни в духовном виде. Так что у него и тени греха в своем сердце. Аминь? А он почему так воспринимает? Да не волнуйтесь, если он хорошо воспринимает. Вот. И приводится такой пример со святым человеком. Был такой святой человек, где описывается, что он очень с глубокой верой любую поклонялся Богу. И разом тогда проститутка решила его соблазнить, потому что ему завидовали там какие-то люди. И она очень красивая была. И она разделась, и как бы она знала, где он будет собирать цветы и алтаря. И она как бы ждала его в этом месте в обнаженном, в своем красивом очень виде. И вот описываются в этих писаниях, описываются его настроения, состояния. Он смотрел на цветы и думал, вот цветок для Бога, вот цветок для Бога, вот цветок для Бога. Это не цветок. Вот цветок для Бога. Очень сильная поглощенность в духовном жизни человека. Очень сильная поглощенность. Это очень высокий уровень. Нет смысла инфицировать и пытаться подстраиваться под это. Это просто достигается в результате глубокого погружения. Поэтому ваш вопрос очень правильный. Есть такое понятие аскетичность. Аскеза в мустой жизни. Аскетичность означает рано вставать, обливаться холодной водой, молиться, соблюдать правила приема пищи. Означает терпеть женские эмоции. Означает умение прощать, просить прощения. Означает способность принимать наставления старших. Я вам по мере возрастания. Самые сложные. Дальше вы перечисляю. Способность принимать наставления старших. Принимать старших. Прощать родителей. Способность терпеть свою судьбу. Способность принимать решения и измены близких людей. Все это является признаком серьезного аскетизма человека. И эта возможность быть таким аскетичным приходит человеку не сразу. Но именно аскетичность дает возможность спокойно относиться к чужой женской красоте. Не привлекая к ней свой ум. Поэтому надо ждать просто. Молодой человек, который написал мне это записано. Надо просто ждать. Приедет время и вы станете таким человеком. Способным побеждать в себе желание наслаждаться чужими женщинами. Но раз вы эту цель себе поставили, вы обязательно ее достигнетесь. Занимаетесь духовной практикой душ по граммной стопы. Светлый и хороший человек. Он лучше, чем и чище, чем я. Жалко смотреть, как он всего себя вкладывает в зарабатывание денег. Как помочь ему передать вкус духовной практики. Програсти духовное основание в жизни. Все, что он видит вокруг себя, кажется несерьезным. Понимаете, есть разное восприятие мира. Мужчина служит Богу, зарабатывая деньги. Женщина служит Богу, очищая свое сердце. И видя с Богом более глубокие отношения. Когда мужчина приходит в более глубокие отношения, это признак Бога в очень высокой развитости и слелости. Но в основном мужчина очищает свое существо, не служит Богу. Просто служит семье, зарабатывает деньги для нее. Если женщина этого не понимает, значит она просто фанатик. Потому что женщина, у нее по-другому сердце работает. Она глубже видит отношения. Сами отношения она глубже видит. Поэтому ей легче установить чистые, светлые отношения с Богом, чем мужчины. Мужчина добивается этих отношений через труд. Да в чем заключается проблема этого возвышенного мужчины, с которым мы живем, что он трудится для Бога и для вашей семьи. Проблемы никакой нет. Проблема просто в разнице восприятия мира. Надо понять женщины и научиться понимать мужчин. И тогда в своей жизнью женщины станут счастливыми. Понимаете? Надо научиться понимать, что они другие. По-другому воспринимают мир. Ничего в этом плохого нет. Десять лет назад развелась с мужем. Злоупотреблял наркотиками. Двое детей. Год назад он ушел из жизни. Хотелось строить другие отношения. Не получается. Можно ли что-то изменить, чтобы остались возможны новые семейные отношения? Мне 43 года. Наркомания – это болезнь разума. Она поражает мужчин, которые сильно привязаны к женщинам. Если мужчина привязан не к самосовершенствованию, не к выполнению своего долга, а к женщинам, то эта привязанность сильно нарушит его волевые функции. И в результате он, не способный справиться со своей кармой, начинает забываться в жизни, пытаться забыться. Это означает наркотики, пьянство и так далее. Неизбежный результат неправильно направленного сознания мужчины. Неправильно направленное сознание у женщины дошибает ее из семейной жизни. Если, допустим, женщина очень сильно увлечена работой и развитием себя в работе, в учебе и так далее, не уделяет время и силы в свою семейную жизнь, не аскезу в семейной жизни не совершает, а старается удалиться в работу от семейной жизни, то она полностью разрушает свою семейную жизнь и впадает в результате этого глубокую психическую депрессию. Но так как женщина сама достаточно в плане любви, она может отношения любви справиться с детьми, с родственниками и так далее. Это означает, что она не склонна забываться в своей жизни. Она забывается в отношениях любви и тем самым подпитывает себя. Мужчина не имеет такой возможности, поэтому у психика рушится без любви, и он начинает употреблять спиртными. Чем больше мужчина в направлении женщины направляет в свое сознание, тем больше он теряет себя. А это значит, что никогда не будет этот удовлетворён в отношениях женщины. Понимаете? Женщина хочет общаться с мужчиной, а не с рядом. Поэтому она не будет участвовать в общении с ним. Таким образом, мужчины часто становятся наркоманами. Но женщина не должна сбрасывать свою вину. Почему муж мой стал наркоманом? Есть половинка вины твоя. И эта половинка означает неправильное отношение с мужем. Вот и всё. Неправильно построенное отношение. Женщина регулирует отношения в семье. Поэтому она должна такую дистанцию выбрать в отношениях, чтобы мужчина развивался и не ломался. Иногда женщина сильно отравляет мужа и в результате успевается. А иногда ему она сильно позволяет в отношениях, он в результате успевается. Понимаете? Женщина, когда правильную дистанцию устанавливает, такой результат – мужчина начинает развиваться. Это всё. Если ты не смогла развить своего мужа, и больше того, он уже умер от наркотиков, естественно, что тебе не придётся быстро создать мир. И в этом случае все священные писания рекомендуют совершать проищиту или аскезу покаяния. Надо поставить изображение святого человека перед собой, если это возможно в вашей жизни, и святости перед собой поставить. Ниже фотографии мужа бывшего. И начать раскаиваться в своих ошибках по отношению к нему. И пытаться, чтобы Божественная сила помогла ему в жизни. И надо это делать до тех пор, пока в сердце не наступит радость облегчения. Когда радость облегчения наступит, в этот момент Бог вам даст другого человека. Это произойдёт очень скоро после. Сколько на это потребуется времени? Я не знаю. Обычно на это требуется не меньше года. Если такие серьёзные. Вопрос, знак-вопрос, от вас в отрицательный знак означает, я лучше других по записке. Обычно год где-то. Морок показывает, это год раскаивает и даёт хороший результат. Сильно. Даже в самых тяжёлых случаях. Не сильно тяжёлых, это несколько месяцев. Но год это уже реально большой силой отладает. Пожертвуйте год ради раскаивать. Всё равно вам не придётся выйти замуж быстро. Начните раскаиваться, думайте только об этом. Понимаете, человек может создать счастливую семью, когда отношения свободны уже, а не чисты. Сердце, понимаете, само подсказывает. Могу я выйти замуж или нет? Не обязательно спрашивать кого-то об этом. Сердце не подсказывает, значит… Нет, сердце тяжело оброжных отношениях. Значит, сейчас в отношениях не будет ничего нового. Не будет. Надо просто не быть скупцом и очистить себя с помощью покаяния. Свои отношения очистить силой покаяния. Понимаете? Очистить отношения означает разорвание. Это значит, что они возвышаются. Понимаете, как это всё происходит? Между мужчиной и женщиной отношения никогда не кончаются. Никогда не кончаются. Вместе люди или нет? Просто отношения бывают более материалистичными и более духовными. В семейной жизни есть и материальные отношения, и есть духовные. Когда люди расстались, между ними должно остаться только духовные отношения. Это означает, что они должны уничтожить все обиды друг с другом. Они должны желать друг другу счастья настолько, чтоб очистить отношения. И отношения должны остаться как светлые лучи. Понимаете? Спасибо. Отношения должны стать светлым лучом. Понимаете? То есть это значит, что два человека простили уже друг друга и благословили. Или один человек должен в своем сердце по отношению к другому это сделать. И тогда Бог его сердце тебя благословил, если ты сделаешь достаточно аскезы внутри для того, чтобы очистить отношения. Вот и все. Таков закон. Но если человек скупец по своей природе, он не хочет ждать, он не хочет заниматься аскезами, просто ищет другого человека и все надеется на случай. А вдруг у меня все получится, не работает система. Можно конечно пробовать, но эксперимент это будет на вашей собственной жизни в этом случае. Так не надо быть скупым человеком. Надо сначала те отношения отдать все в те отношения, а потом создавать новые. У меня такой вопрос. Можно ли заниматься любовью во время месячных? Хороший вопрос. Можно заниматься любовью во время месячных? А где это объясняет? Первый день месячных, когда люди занимаются любовью, страдает жена, она реально начинает болеть от этого. Во второй день месячных, в результате определенных психических процессов, которые происходят у женщины во время месячных, страдает в отношении к мужу. Когда на третий день они занимаются месячными, то они рушат здоровье друг друга. На четвертый день, когда они занимаются мечными, пострадает будущий ребенок, если он родится в этот период циклата. Поэтому можно заниматься. Но будете страдать. Все у нас, все можно на самом деле. Ничего нет никаких запрет. Все можно. Вопрос, что это все вызывает страдания. Поэтому не советуется. Если у вас вопрос стоит, если муж ставит вопрос на игру и как бы реально настроен разрушать семью, то придется ему дать возможность сэрсом заниматься в любой ситуации. А что делать? Если у меня есть определенное время, то мне лучше желать всем счастья или делать медитацию. Мне одновременно нравится и то, и другое. Но здесь медитация имеется ввиду буддистской пасамы. Медитация предназначена для освобождения сердца от страданий. То есть человек в молчании находится, ни с кем не общается и внутреннюю молитву читает. В это время у него как бы из сердца все грехи начинают выходить, как бы начинают выходить, сгорать. И он с помощью усилия так себе побеждает рану. Это обычно происходит. День 10 человек в таком молчании находится и занимается. Вот он не с кем не разговаривает и молится внутри себя. Как буддистская практика. Я не советую вам заниматься этим методом, если у вас нет опыта. Потому что это такой метод очень серьезный. Ну то есть не все готовы к этому. Лучше просто вслух молиться и желать всем счастья. Это более мягкий метод для преодоления трудностей. Я не смогу на все записки ответить. Это нереально просто. Не смогу. Поэтому у меня есть специально в Краснодаре. Через день я читаю человек тематические лекции. Через день я отвечаю на записки. После каждого семинара привожу кучу записок. И постепенно на все их отвечаю. Когда я на них отвечу, я не знаю. Но я ценю ваши записки, ваше время и ваши отношения. Поэтому я все равно на них буду отвечать. Так или иначе. Вот понимаете, я не могу разрушить лекцию. Не могу как бы только одни записки читать и дальше не продвигать темы. Я хотел бы еще несколько слов сказать о том, что я хочу. На самом деле семейная жизнь это самое большое испытание. И поэтому чаще всего даже вот эти лекции не помогают понять, что мне конкретно делать в моей ситуации, в личной жизни. Поэтому я сейчас дам какие-то общие рекомендации, которые дадут знание, что делать. То есть знание придет, выполняя эти рекомендации. Первое, что человек должен понять. Что такое любовь. Это понимание приходит в результате служения. Мужчина должен выполнять мужские обязанности, женщина и женские. У меня есть несколько семинаров по семейным отношениям. Все в разных ключах идут. Послушайте побольше их, чтобы понять, разобраться в этих темах. Что такое женские обязанности, что такое мужские. Везде с разных углов это разбирается. Когда человек начинает выполнять свои обязанности, у него появляется понимание, что такое любовь. Потому что в это время он начинает жить в другой жизни, более счастливой. Более внутренне занятой. Понимаете? Второе, что нужно сделать. То есть, осознав свои обязанности, человек должен избавиться от влияния плохой кармы. Избавление от плохой кармы происходит только с помощью молитвы. Надо поставить изображение святого человека перед собой. Или, если эта традиция не позволяет никогда, книгу святую, священную и так далее. И начать поклоняться ей. Или этому святому человеку. И с помощью такой деятельности человек начинает чувствовать, что жизнь становится легче, легче, легче и легче. И те проблемы, которые раньше были трудными и тяжелыми и непреодолимыми, начинают казаться легче, спокойнее. И в сердце появляется ощущение, что делать, как жить дальше. Когда я могу быть замуж, когда у меня улучшатся отношения. Примерно этот срок начинает чувствоваться в результате молитвы. Понимаете? То есть молитва облегчает, дает человеку знание, дает человеку возможность преодолеть плохую судьбу. Следующий совет. Человек не может своими силами поддерживать в себе чистую и возвышенную жизнь, способную побеждать карму. Не может своими силами. Поэтому это возможно потом, когда он достигает силы внутренних духов. Но это не сразу же идет. Поэтому очень важный практический совет. Найдите себе правильное общение. А еще лучше найдите правильное общение своей семье. Проблема заключается в том, что у людей сейчас очень много неправильного общения. Например, мы смотрим телевизор. Это сила, разрушающая жизнь. Я говорю это смело, прям. Мы смотрим интернет. Откуда еще хуже сила идет. Мы смотрим газеты, наполненные сплетнями. И так дальше. Каким образом общение это самая большая сила, меняющая судьбу человека? Вот вы реально сейчас побывали на трех лекциях. Вы почувствовали, что жизнь изменилась или нет? Три лекции прошло всего. Вас не изменилось еще? Мы говорим нет. А вы до этого лекции слушали? Вас изменилась жизнь, когда вы сообщили? Поэтому она у вас уже изменилась до этого. Поэтому у вас интернет цель не изменилась. Понимаете? Кто уже привыкли к этому? Человек, который только пришел, он реально чувствует перемену. Чувствует, что что-то поменялось. Это означает общение. Не то, что я такой хороший, пришел, сел сюда, поговорил с вами, но ваша жизнь изменилась. Здесь сидит 500 человек. Людей, которые стремятся очистить свою жизнь. Представляете, какое вы в общество попали? Каких удивительных людей. И эти люди очищают ваше существование, просто находясь здесь рядом. Понимаете? 500 человек целых. Вот от этого меняется судьба человека. От того, что он попадает в эту приятную среду общения. Сейчас мы еще все вместе счастья всем пожелаем. Это реально очистит нашу жизнь. Итак, следующее правило. Надо заставить себя общаться не только через наушники. Это тоже хорошо. Не только через наушники. А также посещать какие-то мероприятия, где люди обсуждают, как правильно жить. Не обязательно, может быть, это религиозные мероприятия будут, но пусть это будут какие-то нравственные мероприятия. Я вам советую знакомиться друг с другом. Находить на сайтах возможности такого общения и так далее. Я в этой связи хочу вам сказать, что 24-25-26 апреля будет 3-дневный семинар «12 шагов к согласию и успеху» Руслана Ружейна читает. Вы уже были на лекциях? Нет, вы? Хороший человек такой. Также у нас каждый год два раза проводится такой фестиваль удивительный. Называется «Благости». Он проводится на Азовском море. В мае будет в этом году. Там с утра и до вечера вы будете заниматься изучением, как правильно жить. Там будет йога, правильное питание. Там айурведа преподаваться. Женщины могут танцам научиться за две недели. Видеть индийский танцам. Можно научиться много чему. И с утра и до вечера идет занятость. И вы не будете на все успевать, потому что параллельно по два-три мероприятия проводятся одновременно. Поднимите руку, кто у вас уже съездил на этот фестиваль? Есть такие? Вам понравилось? Поедет легче? Конечно. Поедет. Видите, за 2 недели меняется вся жизнь человека. Потому что это идет полное погружение. Люди не успевают покупаться в море. Вы покупались за 2 недели или нет? Покупались? Нет. Сколько раз? Не раз. А? Не раз еще. Что вам сказали? Она не раз в грозной море жила, так сказать, не раз бы и покупала. И потому что она такая сумасшедшая. Просто некогда было. Понимаете? Сколько всего интересного, что до моря человек не доходит у нас. Если у нас человек на море доходит, значит, мы плохо работаем, считаю. Некоторые купаются, конечно. Море хорошее, там хорошая детская площадка, карусели всякие и так далее. Хорошее море чистое. Приезжайте, но у нас ограничен въезд. Я не знаю, сколько в этом году мы возьмем людей. Просто в заезд много не попало людей, поэтому заранее свои заявки оставляйте. Вот. Мы где-то 300-400 человек можем взять на отсюда. У нас на сайте есть бесплатная консультация по здоровью. Заходите на сайт от снов.ру. Если хотите проконсультироваться по здоровью, консультируйтесь. По семейным отношениям пока нет у нас консультации, но скоро будет. Я надеюсь, что мы это организуем. Но вот все объявления. Вот. К сожалению, у нас время потихоньку подходит к концу. Я судорожно не знаю, что мне делать дальше, что мне сказать. А, значит, хочу сказать еще несколько общих рекомендаций. Первая рекомендация. Найдите, пожалуйста, себе наставника. Наставником может быть любой человек, который изучает, как правильно жить. Если вы не хотите в веру какую-то погружаться, тогда найдите просто себе благочестивого человека, который будет вам советовать. Не обязательно он будет более возвышен, чем вы. Пускай он будет примерно на таком же уровне. Но, понимаете, он должен быть честным и давать честные советы. Он не должен под нашу трубку писать. И всегда тебе говорить только так. Он должен говорить прямо, что вот это не так, вот это так. Как найти свет жизни такого человека? Жизнь реально изменится по лучшему. Женщины должны найти, находить женщины, если верно станут. А мужчины – мужчины. Хорошо? Это очень важно на первом этапе понять, потому что только отреченные люди способны давать наставление по предположенному полу. Ну, сейчас мало таких людей. В основном, когда женщины начинают советоваться с мужчинами, консультироваться, чаще всего это заканчивается печальными. Мой опыт показывает, что печальность у вас заканчивается. Поэтому будьте осторожны. Иначе семьи могут разрушаться от этого всего. Следующий совет. Пожалуйста, попытайтесь практиковать внутреннюю жизнь. Или повторяйте оживающую счастье, или повторяйте памятную с утра. Потому что без этого ничего не изменится в жизни вообще. Нормально. Следующий совет. Попытайтесь понять, что такое благостное питание. Попытайтесь это понять. Что есть лучше, что есть хуже. Как правильно питаться, попытайтесь изучить эту тему. А питание очень сильно зависит в сознании человека. Также следует знать, что пищу лучше всего научиться освещать. И лучше всего ее готовить с мониторой. Потому что от настроения времени приготовления очень много зависит в жизни человека. Пытайтесь это понять. В своей духовной культуре пытайтесь освещать пищу. Также я вам советую, если у вас есть наставник уже духовный, то не уходите от его наставлений. Допустим, вы изучили то, что я дал на лекции. В этих знаниях, допустим, есть какие-то противоречия с той культурой, допустим, духовной, которую вы уже имеете. Останьтесь в своей культуре. Останьтесь тем, что у вас в вашей духовной культуре есть. Не надо ничего менять. Потому что наставник и духовная культура стоит выше всего остального. Понятно? Не теряйте свою веру. Оставайтесь в своей вере и углубляйте ее. И развивайтесь в ней. В этом заключается мой вам совет. И надо скакать, как белка по духовным традициям. Прыгать то туда, то сюда. От этого счастья в жизни не придать. Не прибавится. Если человек может бросить мужа и жену, то Бога не бросишь. Понимаете? Пытайтесь развивать свои отношения там, где они уже развиваются. Потому что это, в конце концов, в жизни человека самое главное. В семейной жизни тоже начнет развиваться. Тогда отношения с Богом развиваются. Следующее, что я хотел бы вам посоветовать. Никогда не думайте, что все закончено. Никогда. Нет такой формулы в семейной жизни «все закончено». Бывает так, что отношения расходятся у людей. Но это не нам решать. Старайтесь отношения сохранить всегда. Вы увидите, что если этим отношениям не суждено быть, то это не от вас зависит. Это произойдет само собой, когда придет время. И вы все равно в этом случае победите. Потому что если вы старались сохранять отношения, это значит, что дальше вам Бог поможет. Это гарантия. Но если вы думаете, что я вот сейчас хитрым способом поступлю, эти плохие отношения разрушил, и хорошие себе создал. Знаете, что это не способ жить. Никогда это не заканчивается успехом. Никогда. Потому что мы себя не рожали, и мы себе семью не создавали сами. Это происходит в результате влияния высших сил. И если человек не понимает этого, и пытается сам вмешиваться в эти вещи, значит он будет за это отвечать по полной программе в своей судьбе. Я не хочу вам примеры несчастных ваших собственных судьб привозить. Я здесь много вижу людей, которые сильно пострадали за то, что они поступили неправильно в своей личной жизни. Но я не хочу сейчас здесь из этой версии делать обвинительный приговор. Много людей ко мне уже подходило с личными вопросами, вот перерывом с такими судьбами. Но, одно хочу сказать. Какая бы судьба у человека ни была, с помощью раскаяния, с помощью духовной чистой жизни любая карма сгорает. Самые тяжелые поступки можно изменить, но не надо думать, что это происходит за 5 секунд. Раскаялся, почистился и пошел дальше в глупости своих жертв. Надо реально стать сильным человеком в этом и все. Сила переходит только от человека в человека. Она не возникает у человека с потолка. Поэтому только через общение, через звук идет развитие личности. Это надо очень глубоко понять. И общение должно быть постоянно. У меня голос святого человека звучит и днем, и ночью в моей комнате. Он никогда не останавливается. Я никогда не позволяю себе перестать слушать святости. И таким образом, я считаю, благодаря этому я как-то развиваюсь. Понимаете, никогда не надо позволять себе перестать слушать. Если родственники не хотят, делайте тихим звук. Вставляйте его себе в ухо, чтобы никто не слышал. Никому ничему не предуждайте. Но если человек не слушает святости, значит он не грабит. Потому что карма же продолжает действовать. Поэтому вот такие вот советы, которые я хотел бы вам дать. И напоследок одну только записку я прочитаю. И на одну квартиру просто любую. Хотел бы встретить девушку без семейных отношений. Но сейчас я один. А очень хочется интимных отношений. Просто психологических. Имея возможность на тень этих этапов замечательных связей. Чувствовал бы вину за это предыдущий. А это предыдущие спутницы. Что вы можете посоветовать? Что я могу посоветовать? Есть только одна причина, почему мужчина не может дождаться своей жизни. Причина заключается в том, что он не посвятил себя в жизнь мужчине. Когда у моего духовного учителя спросили, почему вы не думаете о женщинах? Он как бы монарх, священник. Отвеченный человек. Он сказал, что я не думаю о женщинах, потому что мне некогда. Не потому что у меня нет вожделения. У меня тоже есть вожделения. Но мне некогда думать о женщинах. Я думаю о своей миссии. Служение Богу. Понимаете? Когда мужчина не сильно занят в жизни. Он в легии пребывает. Единственное, что остается у него в сознании, это желание секса. Все. Больше ничего не остается. Есть только одна причина, почему мужчина не может дождаться своей жены в жизни. Потому что он не хочет себя занять. Понимаете? Он просто скупец. Он просто балдеет в жизни. И не хочет отдать свою жизнь в служение людям. Служение Богу. Понимаете? Надо занимать себя на полную катушку. У меня 12 учеников сейчас есть, которые учатся МВД и жизни у меня. Они у меня встают в 5 утра. В 4 утра. Только в 3 утра. И ложатся там в 9-10. Все остальное время им не принадлежит. Им принадлежит только время, когда они спят. Это мое условие того, чтобы они учились. И они приходят. И учатся. И знаете, там какая-то атмосфера царит. Эти ребятки, они как ангелочки сидят. Они такие счастливые. Они так желают всем служить. Всех заботиться. И от них свет идет прям. Понимаете? Свет идет. Знаете почему? Потому что им некогда будет. Здесь только одна причина. И они ко мне подошел и мне надо так говорить. Мне надо немножко свободного времени. Я говорю. Выбирай. Или у тебя будет свободное время, и ты будешь со всеми ругаться. Или у тебя не будет свободного времени, и ты не будешь со всеми с кем ругаться. Но будешь при этом сильно уставать. По-разному. Я говорю. Два варианта. Выбери. Или ты будешь сильно уставать, и не будешь ни с кем ругаться. И думать о женщинах. Вот. Или ты будешь думать о женщинах, и не будет у тебя пред свободное время. Ну ты будешь со всеми ругаться и думать о женщинах. Подумал, подумал и сказал, хорошо, пусть у меня не будет свободное время. У них есть свободное время небольшое, чтобы помыться, постираться. Это для мужчины нормальная жизнь. Когда мужчина не женат, он должен так жить. И тогда он будет сильным, здоровым. Мужская сила не может противостоять на этой любви. Нет у мужчины такой силы, чтобы противостоять на этой любви. Поэтому ни один мужчина не может победить в своем сознании желание иметь женщину рядом с собой. Ни один мужчина не может победить. Но если мужчина еще не женат, и он начинает гулять, он теряет себя полностью, теряет всю свою судьбу. Поэтому мужчина, когда он не женат, он должен посвятить себя развитию себя, развитию общества. Он должен посвятить себя чему-то, на полную катушку. И тогда он будет счастлив. Понятно? Вот такой совет. А женщина, когда она одна, она должна посвятить себя точно так же, на полную катушку любви всех остальных. Если мужика нет, которого надо любить, значит надо учиться, любить всех, кто есть. Бабушек, дедушек, родителей, внучек, жучек, репок, деток, всех. И тогда придет счастье в женской жизни точно так же. Только скупец не может быть счастливым, который сидит и хнычит, что ему плохо. Хочу другого человека, реально, чтобы ездить и хныкать. Это не поможет. Последнее заканчивается жменьем. Я уже и в 5 часов приехал, все равно это поделать. Я не знаю, что делать. Так иначе, дверь всегда не может. Приезжать еще раз. Да меня там придут же дальше, любовь есть. Понимаете? Я бы не уезжал. Я не знаю, почему уезжаю, потому что там меня уже требуют дальше. Так и уезжаю. Что делать? Это ваша жизнь. Когда вы там еще стираете? Обязательно приеду. Когда? Когда? Классно. Я не планирую, когда. У нас известно, когда я приеду еще или нет. Славик делаю. Я Славик планирую. Известно, Саша, когда я приеду с следующего. В следующем день. Вообще, какой керамидный. А в следующем день я приеду, пожалуйста, это было шутки. Нет, это не естественно, но у нас договорились с каждым годом. Ну, примерно так, знаешь. Через каждое по году. Делается то же самое. что раньше. Мы с ним ранимся святого человека в своей духовной улице. И от его лица, не от своего, а от его лица повторяем. Я желаю всем счастья. Если вы почувствуете какое-то счастье, которое от этих отношений внутренне приходит, надо это счастье отдать близкому человеку, который в этом нуждается. Повторяйте вас спокойно, без истерий. Попытайтесь внутренней жизни пожить. Почувствуйте себя на единстве святого человека. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Я живаю 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 всем счастье. Я не желаю сильный шест. 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 Я 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 желаю сильный шест. Субтитры создавал DimaTorzok